Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. К весеннему севу готовы. В правительстве обсудили первоочередные задачи нового сельскохозяйственного сезона. Федеральная помощь. Чувашия получит дополнительные средства на увеличение заработной платы бюджетникам. Чувашская мать-покровительница на Крымской земле. В Симферополе открылась выставка чувашского скульптора Владимира Нагорного. Из федерального бюджета Чувашии дополнительно выделяется 174,5 миллиона рублей. Поддержка федерального центра предусмотрена на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 мая 2018 года. Сумма, которая предусмотрена в Чувашской республике, это 174,5 миллиона рублей. Это дотация на сбалансированность, которая будет направлена на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. Как вы знаете, что с 1 мая у нас принимается решение об увеличении МРОТа, и соответственно МРОТ будет равен прожиточному минимуму. Данное решение было принято президентом страны в конце прошлого года. Вот мы сегодня уже видим конкретное реальное решение, уже вступившуюся в силу федеральные законы, которые определяют именно размер минимального размера оплаты труда. И соответственно уже из федерального бюджета субъектом Российской Федерации определили дополнительную финансовую помощь. Достаточно серьезное увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета, конечно, это есть результативная работа главы Чувашской республики, правительства Чувашской республики с федеральным центром. В республике продолжается подготовка к сельскохозяйственным работам. В этом году в Чувашии посевная площадь составит 560 тысяч гектаров, более 300 отведут под яровой сев. На какие культуры будет сделана ставка и насколько весомая поддержка предусмотрена для арграриев? Эти вопросы обсудили в Доме правительства. Весенняя страда в республике затягивается. По прогнозам к работе на полях возможно приступить не раньше середины апреля, если, конечно, позволит погода. Аграрии региона уже подготовили необходимое количество семян. Для сельхозпредприятий предусмотрели существенную скидку при покупке горюче-смазочных материалов. Всего для проведения весеннеполевых работ в оптимальной сроке денег планируется. Это тоже по данным всех хозяйств. 1,8 миллиардов рублей, примерно на уровне прошлого года, чуть выше. За счет имеющихся на сегодня собственных ресурсов предусматривается осуществить покрытие указанных расходов на 27%, это 485 миллионов, оставшаяся часть за счет бюджетных ассигнований и привлечения льготных кредитных ресурсов. Объемы государственной поддержки агропрома в этом году превышают 2,5 миллиарда рублей. Перспектива для сельского хозяйства, она очень хорошая. Об этом в своем послании сказал президент Российской Федерации 1 марта. Об этом говорят эксперты, специалисты, экологически чистая продукция сельского хозяйства. Сегодня она востребована на рынке. Настрой у сельхозтоваропроизводителей, у руководителей хозяйств такой рабочий. Они настроены на результат по итогам сельхозвязиственного года. Большая часть посевной площади будет отдана под зерновые и зернобобовые культуры. В этом году, отмечают в сельхозе, сложились неплохие цены на картофель. Второй хлеб в республике займет порядка 20 тысяч гектаров. Цены на картофель в этом году сложились нормальные, от 17 до 20 рублей. Один килограмм картофеля мы продаем оптом. А вот подсолнахи сегодня сажать невыгодно. В прошлом году из-за щедрой на дожди погоды возникли проблемы с уборкой всходов. Сегодня подсолнах не убрано ни в одном регионе до конца. У нас около полутора тысяч гектаров подсолнах еще осталось весной. Мы постараемся убрать, пока возможности нет, как влажность идет. Методологически и технологично мы должны дать свои рекомендации, проконсультировать всех сельхозтоваропроизводителей, собрать, встретиться с ними, как лучше все это сделать. Состояние озимых в республике не вызывает опасений. Более 90% семян пережили морозы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Кирпичи, цемент и груды строительного мусора. Такая картина стала привычной для многих медицинских учреждений республики. В них идет капитальный ремонт. На этот год уже есть перечень объектов, нуждающихся в модернизации. Вот и женская консультация юго-западного района столицы Чувашии меняет свой облик. Первых пациенток в этом здании начали принимать в 1990 году. За 28 лет ремонт здесь не проводился ни разу. За эти годы проводка обветшала, полы износились, стены облупились. Условия, в которых приходилось работать врачам, оставляли желать лучшего. В начале этого года здание наконец-то закрыли на ремонт. Из бюджета Чувашской республики было выделено порядка 10 миллионов рублей на капитальный ремонт двух этажей женской консультации. Заменено будет все, начиная от вентиляции, электро, теплоснабжения. Будут деланы все кабинеты в соответствии с нашими требованиями. Мы планируем окончание работ в мае. В принципе, компания, которая занимается работой в нашей женской консультации, она имеет достаточно большой опыт по ремонту медицинских учреждений. Я надеюсь, что в начале лета женская консультация распахнет двери. Сейчас все работы идут согласно графику. Отставаний нет. Мужчины тут все демонтаж сделали. Теперь мы штукатурим, шпаклюем и потом красить будем. Стены очень кривые. Выравниваем. По максимуму выравниваем и делаем. Здание, правда, старое очень. Никогда, видимо, не ремонтировалось. В течение трех недель, я думаю, что мы вот этот первый, ой, второй этаж, мы закончим малярком. После окончания капитального ремонта в здании женской консультации планируется возобновить работу дневного стационара. На втором этаже откроют кабинеты терапевта. Тут же прием будет проводить юрист, социальный работник. Появится комната психологической разгрузки и зал для занятий гимнастикой для беременных. На время ремонта всех женщин района принимают в поликлинике на энтузиастов 21. Кабинеты врачам выделены. Запись проводится точно так же по электронной регистратуре, через колл-центр. Пациенты не чувствуют себя ущемленными. Время приема беременных и гинекологических больных разделено. Пациентки с пониманием отнеслись к временным неудобствам. Тем более, что прием ведется по прежнему графику. Мне здесь очень нравится, комфортно, что здесь есть и узкие специалисты, и можно сразу записаться в регистратуру через терапевта, никуда далеко ходить не надо. Шаговая доступность здесь очень хорошая. И УЗИ, и исследования у нас, как сказать, ничем не ущемленные. Я здесь рядом живу, мне сюда очень удобно приходить. Но уже через два с половиной месяца всех жительниц юго-западного района, а это почти 27 тысяч женщин, начнут принимать в обновленном здании консультации. Детство у всех должно быть одинаковым, ярким, веселым, с большим количеством друзей. И не важно, какая у тебя семья, благополучная или не очень, сегодня в гости к ребятам из столичного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних пришли их ровесники из детского сада номер 106. Делай добро, и оно к тебе вернется. Эту истину дети осваивают с помощью взрослых. Если кому-то хуже, чем тебе, помоги. Игры, танцы и коллективное творчество – все это оставляет уйму впечатлений. Но самое главное здесь – простое живое общение. Юные волонтеры с удовольствием учат лепить своих ровесников фигурки из соленого теста. Все с увлечением погрузились в процесс. Делаем стебель. Колбасочку. Надо присыпить. Намочили. Намочим. Легкое и умелое движение рук и тесто превращается в цветы зверей, птиц и растения. Все это помогает развивать мелкую моторику, фантазию и художественный вкус. Еще один мастер-класс – паригами. Бумага, казалось бы, простой и доступный материал. Однако, вооружившись своим неистовым желанием, можно создать настоящее искусство. Мы делали розочку. А из чего? Из бумаги. Тебе понравилось делать розочку? А почему не понравилось? Потому что это красиво. Потому что можно это кому-нибудь подарить. А кому ты хочешь подарить? Вспитать. У каждого из ребят получилось свое особенное творение. Они с гордостью демонстрируют это всем. В нашем активе такие акции, как «Подари посылку солдату», «Вырасти цветок для ветерана». А сегодня «Солнышко в ладошках» мы принесли для детей этого реабилитационного центра. Научили их делать поделки из соленого теста, из бумаги. Я думаю, что мы им подарили сегодня улыбку и добро. Мы стараемся ежемесячно проводить такие акции, сотрудничая с разными детками. И с родителями, и с детьми, которые не посещают детский сад. В центре же отмечают. Здесь по-прежнему ждут добрых, неравнодушных людей, готовых посвящать свое время ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вы знаете, мы до последнего момента все это держали в секрете, чтобы дети себя вели так, как они постоянно себя ведут. Чтобы они были такими же открытыми, непринужденными. Вот сейчас это были дошкольники у нас, которые не посещают на данный момент детский сад, пока они проживают здесь. И постоянно они находятся только друг с другом, общаются. Им, конечно, это приятно. И вы, наверное, заметили, с каким интересом они включились в эту коллективную работу. И они всегда ждут этих детей. Всегда. Так море добра и позитива подняли настроение всем участникам этой встречи. Рифат Фадкулин, Анастасия Лангина, Денис Ноздрюхин, Республика. Юный правозащитник. Подведены итоги конкурса, организованного Генеральной прокуратурой России. Победители определены в каждом регионе. В качестве приза путевка в Международный детский центр «Артек». В числе призеров три ученицы столичной 59-й школы. С одной из них встретились мои коллеги. Екатерина Лекарева учится в 10-м классе. Ее интересы – международные отношения и иностранные языки. И то, и другое увлечение приносят ей награды, дипломы и победы в Олимпиадах. Одно из ее последних достижений – победа в региональном этапе конкурса «Юный правозащитник», который ежегодно проводится Генеральной прокуратурой России. Целью конкурса – это выявление наиболее активных, интересных, интеллектуально развитых ребят, которые в последующем могут составлять основу как работников органов прокуратуры, так, возможно, и основу нашей действующей власти. Одно из обязательных условий конкурса – это создание так называемого законопроекта. То есть ребята придумывали необходимый, по их мнению, закон или изменения в законодательные акты, какие-нибудь обосновывали их необходимость и расписывали, что они считают нужно сделать. Катя написала эссе на тему «Твори закон на благо общества», в котором предложила изменения в закон о допинге. Конкурс как раз совпал с проведением зимних Олимпийских игр. Спокойно смотреть на нарушение прав чистых в отношении запрещенных препаратов спортсменов было невозможно, говорит юная правозащитница. Я предложила несколько изменений законодательства, которые могут как-то поспособствовать улучшению ситуации, которая сейчас в нашем мире. Как бы это странно и, может быть, слишком сложно не звучало, упразднение Министерства спорта, изменение его на национальный комитет, поскольку во многих странах, где уже не раз замечались спортсмены с употреблением допинга, этого органа государством не было и Министерства спорта. Поэтому обвинения государству как поощрителю допинга у них не было оснований на это. А если есть национальный комитет, но нет Министерства спорта, то получается так, что эта организация не государственная, и поэтому государству никаких претензий не будет предъявлено, только к самим конкретным спортсменам. Идея интересная. Катя сможет ее развить и дальше в Международном детском центре «Артек». Сейчас, как и все региональные победители, она собирает чемодан. Всех призеров ждет тематическая смена «Юный правозащитник». А с 1 мая стартует второй этап конкурса. В нем может принять участие любой желающий школьник от 10 до 17 лет. Татьяна Трофимова, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Традиционные яковлевские чтения впервые провели в новом формате. Теперь на первый план вышли драматургические чтения произведений чувашских писателей. Интерес к ним не пропадает и по сей день. В национальной библиотеке собрались артисты, студенты и все, кто неравнодушен к творчеству. Зарождение чувашской драматургии напрямую связано с именем Ивана Яковлева и Сибирской чувашской школы, Центра подготовки учителей и другой интеллигенции различных народов по Волжье. В ней учились не только педагоги, но и чувашские поэты и писатели. Среди них был Михаил Акимов, Марфа Трубина, Гурий Комиссаров. Именно их произведения читали сегодня артисты театра юного зрителя. В начале 20 века проблема взаимоотношений, любви и долга неспроста вышла на первый план. Произведение Михаила Акимова «Женисьба» в полной мере раскрывает эти темы. Это уже в то время написано в классическом стиле. После этого очень многие повторяли именно эту тему. Когда очень простый способ взяли. Девушка, парень, девушка любят, естественно, должно произойти. Девушка с селом выдают за богатого. У них очень печальная любовь заканчивается. Яковлевские чтения будут проводиться и в дальнейшем. Благо разнообразие жанров чувашских произведений позволяет это сделать. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Денис Ноздрюхин, Республика. Чувашская мать-покровительница на Крымской земле. В Симферополе открылась выставка автора знаменитого чебоксарского монумента Владимира Нагорного. Выставка носит название «Время, стиль, образ. Скульптор Владимир Нагорнов». И состоит из так называемых станковых произведений, небольших скульптур и монументальных, которые создаются для восприятия на расстоянии. Главный акцент автор сделала на образ чувашской женщины-матери. Главный акцент автора знаменитого чебоксарского монумента Владимира Нагорнов. Вот этот монумент, который является у нас как бы центральным образом всей выставки, это монумент матери, это монумент матери близкий. Этот образ близок не только чувашскому народу, он близок также и нам. Он объединяет нас. Скульптура для нас в основном это редкие очень проекты, и поэтому они особо значимы. Симферополь – это последняя точка путешествия и экспозиция по стране. Выставка эта прошла уже в городах Чебоксара, Вольяновске, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Я хочу сказать большую слова благодарности за то, что принял Крым меня, Симферополь, художественный музей. Выставка продлится до 15 апреля, однако некоторые работы нашего скульптора останутся в Крыму навсегда. Музей он подарил экспонаты, а еще сейчас Владимир Нагорнов разрабатывает проект памятника жителям Чувашии, которые погибли при обороне Севастополя. Его установка уже согласована с властями Крыма. Ольга Пырочкина, Владимир Красаков, Республика. Как посчитать счастье? В каких единицах оно измеряется? В рублях, иной валюте или в чем-то другом? Этими вопросами мы задались сегодня. Повод в самый подходящий – Международный день счастья. Подсчитать капитал просто. Заглянул в кошелек, пошуршал купюрами или проверил счет банковской карты. А как подсчитать счастье? Вот в Бутане, например, решили не ВВП – внутренний валовый продукт измерять, а валовое национальное счастье. И даже предложили индекс. Они берут в расчет экономическое, социальное, политическое благосостояние и экологию. Даже рейтинг стран составили ежегодный. По их мнению, сейчас самый высокий всемирный индекс счастья в Коста-Рике. Россия, увы, только на 116 месте. Изучив интернет-пространство, медиалогия подготовила рейтинг регионов России по упоминаемости в контексте счастья. В список 25 самых счастливых регионов Чувашия не вошла. Впрочем, это не мешает находить нашим землякам слагаемые своего счастья. Просто, видимо, не так часто они упоминают об этом в соцсетях. Стабильная работа, здоровые дети. Любящий муж. Ну и все. Больше ничего для счастья надо. Чтобы дома все были счастливы, здоровы. Чтобы сынок приходил из садика и всегда говорил, мама, наконец-то ты пришла. Чтобы мой молодой человек вернулся с армии, тогда я буду очень-очень счастлива. Если человек с утра проснулся, он уже счастливый человек, мне кажется. Для меня счастье – это обнять ребенка 10, ну хотя бы около 10 раз за день. Так как я постоянно нахожусь на работе, вот это не удается. Для меня вот это самое главное – счастье. Чтобы у детей было все хорошо, чтобы дома ничего не случилось, чтобы были все, всем довольны. Это все, это счастье. Завтра день рождения. В каком-то виде счастье. Самое главное, наверное, чтобы моя семья была здорова, для меня – это счастье. Ну, для счастья нужно, чтобы дети были здоровы, чтобы семье было благополучее. Чтобы все были счастливыми. Счастливые, когда видишь много улыбок вокруг, и самой хочется улыбаться. Весна пришла тоже, счастливое время года. Да, совсем не случайно День счастья отмечается весной, 20 марта, в день весеннего равноденствия, когда свет и тьма делятся поровну, недвусмысленно намекая, что права на счастье у всех равные. Ирина Волкова, Атнер Корсаков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.